всем привет друзья добрый вечер сегодня у нас еще один важный эфир о котором я объявляла вам на страницах фейсбука и здесь мы объявляли поэтому подключайтесь тема очень серьезно я прошу чтобы вы внутренне тоже молились все темы серьезные ждем володю который владимира который подключится нам сейчас и начинаем и продолжаем наш важный эфир привет привет володя добрый вечер добрый вечер я думаю чуть чуть назад можно будет сесть себе чтобы лучше видно было так нормально да хорошо всем привет друзья я вам хочу представить нашего брата служителя который занимается очень серьезным нешуточным таким служением и я знакома с ним довольно длительное время и володя женат живет в северных штатах и я думаю может быть он немножко сама себе расскажет пару слов меня зовут владимир михайлов я живу в штате миннесота и как она упомянула мы уже некоторое время общаемся знаем друг друга и молимся друг друга поддерживаем служение и она обратилась ко мне когда узнала что как раз мы с моим другом с пастором с одним занимаемся этим служением и сказала что это очень важная тема и есть большая нужда осветить данный вопрос и тема как раз таки касается того может ли христианин подвергаться влиянию демонической природы или нет и немножко обо мне что мне дает право говорить на эту тему этого во первых мой практический опыт я уже не скажу что я эксперт в этой сфере но два года служения в этой области как бы я считаю что дают мне некоторые основания говорить на эту тему во вторых я непосредственно учился у боба ларсона вы можете найти его видео на интернете я ассистировал ему его семинарах а также встречах один на один когда он приезжал сюда вот если карантин будет снят он планирует приехать сюда еще и я уже получил запрос о том чтобы опять таки ассистировать ему в этой в этом служении у вас по-моему супругой двое детей да да у меня жена у меня двое мальчишек уже более-менее взрослые 16 и 23 года и плюс ты еще обучаешься в семинарии по-моему в мае заканчиваешь учебу да да на данный момент мне буквально остался месяц и я уже смогу заняться полноценным служением либо начать свою церковь либо куда господь поведет но это уже твое второе образование первое ты обучался изучал первое образование у меня филологическое или другим словами я лингвист я обучался иностранным языкам то есть английский это мой четвертый язык который я изучил за свою жизнь поэтому немецкий русский грузинский помимо этого я еще немножечко говорю по испански так что я просто люблю это дело поэтому и когда господь повел меня действительно в сферу практического христианства я просто решил что мне не хватает знаний тех которые у меня были и мне нужно получить более академическое более систематизированное образование и таким образом я буквально скоро заканчиваю второе высшее образование так что слава богу также я хочу сказать что у владимира есть youtube канал который мы внизу тоже ссылочку поставим вы можете подписаться он душепопечитель он душепопекает людей я лично знаю тех людей кого он душепопекал но перейдем к нашей теме сегодняшняя тема я слышала такую мысль что есть два мнения что некоторые верующие считают что дьявол вообще как бы не касается это все в прошлом то есть он никаким образом на нас не влияет на верующих и есть второе противоположное мнение что он чуть ли не за каждым углом и его нужно если там чуть ли не холодильник сломался его нужно изгнать беса ну который поломал холодильник то есть две такие крайности и дьявол радуется я думаю тому и другому и тому и другому заблуждению и я пару слов скажу буквально о том как я стала приближаться к этому служению володя владимир тоже он выходить больше из баптистских церквей и как бы у нас баптистских церквей немножко ну такой вот своеобразный взгляд на этот вопрос я думаю многие знают какой вопрос те кто как какое мнение взгляд но служение души попечения я просто пришла сама к этому пониманию что это служение она важно это имеет место и стала изучать но поэтому я считаю что это очень важная тема и когда поставил на страничку этот вопрос я поняла что на самом деле многих это интересует поэтому вот такой вот вопрос владимир как ты считаешь есть но как ты считаешь что может ли христианин быть под влиянием темных сил быть под влиянием бесов или демонов несомненно это если отвечать кратко но прежде чем мы пойдем в эту сферу мне хотелось бы немножечко пояснить одну деталь когда мы прочитываем библию будь то русская библия синодальный перевод или английская библия или если вы знакомы с немецким языком перевод лютера во всех этих переводах имеет имеет место слово одержимый бесами то время как непосредственно в греческом языке это слово в библии отсутствует то есть невозможно говорить о том чего в библии нет и она появилась только в результате перевода это слово поэтому если мы говорим об одержимости то одержимость это скорее всего более психотерапевтическое понятие когда психотерапевты не могут совладать у них кончаются знания тогда они просто переводят людей в категорию одержимых что касается практики жизни то у меня было огромное количество примеров когда я могу точно сказать что христиане могут быть подвержены демоническому влиянию и это не значит что это происходит каждый день каждые пять минут но это происходит и это происходит с постоянной регулярностью поэтому говорить о том что мы как христиане имеем какой-то иммунитет против этого об этом говорить не приходится и я приведу даже несколько примеров примеры касаются людей которые верующие которые может быть выросли и второе третье поколение христиан которые испытывали на себе вот в демоническую природу они испытывали на себе атаки испытывали давление со стороны то есть люди говорят о том что допустим входя в спальню они физически ощущают в пустой комнате как будто вроде бы там никого нет но присутствие демонической природы она проявляется и проявляется даже физически то есть люди могут испытывать на себе какие-то например удушение какие-то кстати люди бывают например снится человеку сон и снится какой-то кошмар как будто на него нападает кто-то и человек просыпается и у него физически появляются на теле синяки то есть я рассказываю вам не какие-то небылицы и сказки это то что я видел своими глазами поэтому речь идет именно о христианах речь идет о христианах о возрожденных людях как у которых нормальные взаимоотношения с богом которые растут которые развиваются и которые не живут в грехе в нашем классическом понимании этого слова то есть они не занимаются каким-то там не знаю блудом или выпнули пьянкой или еще чем-нибудь ну что может напрямую быть связанным с демонической природой вот поэтому если мы рассматриваем с точки зрения писания само писание иисус говорит о том что если дьявол выходит или демоны выходят из человека то есть иисус делал проводит такую аналогию человека с домом каждый человек это своего рода дом потому что без и демоны это без телесные существа им нужно куда-то прицепиться им нужно занять какое-то место для того чтобы они чувствовали себя комфортно и человек это самое подходящее место жительства для этих бесов почему потому что одна из причин дьявол не может достать бога а поскольку мы созданы по образу и подобию божьему самая легкая мишень это человек поэтому дьявол направляет все свое всю свою энергию для того чтобы именно атаковать и привносить какое-то давление в жизнь верующего христианина вот поэтому ты говоришь ты говоришь что это бывает необязательно чтобы человек жил в грехе ну а как же насчет защиты что написано из моей руки никто не похитит что ну когда мы пыкаемся принимаем господа ну как бы обретаем спасение то мы же в его руках и он не имеет на нас прав юридических как это происходит мы сейчас говорим о разных уровнях влияния если мы говорим о том о чем я сказал выше когда человек просыпается после сна допустим с синяками какими-то физическими или с царапинами физическими то мы говорим о влиянии извне это один уровень влияния другой уровень влияния который гораздо худший и с которым обычно мы работаем это уровень влияния изнутри в этих случаях человек может быть думать что может думать что он христианин что у него все хорошо но писание описывает таких христиан как теплых христиан которые очень плохо развиваются которые не горят для бога а ну так скажем они покаялись и они успокоились на этом и им братья которые опять-таки из-за своего незнания этой бесовской природы незнание каким образом сатана действует жизни людей они могут направить человека или дать ему ложную ложное основание быть уверенным в том что он не не будет подвержен этому влиянию потому что христос нас искупил потому что у тебя все хорошо христос позаботился о твоем спасение и при этом человек имеет эту ложную надежду на то что у него будет все хорошо но в писании говорит писание говорит нам о том что христианин должен принимать активную роль а в вопросе своего не только спасение но и освещение написано тот кто тот кто любит бога тот кто живет под его покром он что делает он хранит себя и лукавый не прикасается к нему для то есть и существует определенные условия для того чтобы сатана не имел доступа к вам но если вы например я слышал такое оправдание что мы как в послании коринфянам написано что мы являемся храмом духа святого живущего в нас и люди это используют как гарантию того что я вот храм в храме не может жить и бог и сатана но если вы просто так практически посмотрите у любого храма есть дверь если вы эту дверь не не запираете значит вы таким образом автоматически даете свободный доступ сатане сатане много не нужно сатане достаточно маленькой щелки куда он может просто ну образно говоря просунуть свой коготь и запросто открыть эту дверь поэтому очень много христиан которые идут на компромисс они делают ну так скажем не грехи а грешки какие-нибудь таким образом они делают все вопреки тому что говорит писание писание говорит не давайте место дьяволу место дьяволу можно дать миллионами способов если человек не имеет не стоит на страже собственного сердца не стоит на страже собственной жизни и так скажем прогибается это дела поэтому в этом плане то что сделал господь со своей стороны это да и аминь это все написано запечатлено мы запечатлены в день искупления святым духом запечатлены может быть не совсем такое правильное слово надо надо сказать запечатаны дух святой запечатывает спасение которое господь дает нам но у нас есть поскольку нас господь создал такими же суверенными господь не посягает на нашу суверенность другими словами люди говорят что у нас свободная воля но свободная ли она от демонического влияния если вы не держите храм не держите дверь вашего храма запертой понимаете поэтому человек например давайте практически посмотрим к нам обратился как-то парень который свое время мечтал служить в церкви и он 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 хороший музыкант у него господь дал талант он и музыку сочинял и он хотел просто участвовать активно в группе прославления ну и поскольку может быть какие то там были у них взаимоотношения может быть на него смотрели как то не правильно то ему отказали и в итоге он просто обиделся на церковь обиделся на бога и он сказал ну хорошо раз вы не хотите чтобы я служил богу своим талантом я пойду в другую сторону я сделаю все чтобы служить своим талантом сатане и естественно сатана не заставил себя долго ждать сатана проникнув этой мысли в его разум эта мысль начала развиваться и в итоге эта мысль привела его даже не мысль сатана начал шептать ему пойди в такой то в такой то музыкальный магазин и там тебе скажут что тебе нужно делать он приходит в музыкальный магазин и в этом музыкальном магазине встречает его продавец который как казалось бы ни малейшего представления не имеет о том кто он и что он и он его встречает как будто он знал его всю жизнь он говорит мне было сказано чтобы ты купил вот этот инструмент то есть когда сатана когда человек дает сатане ход сатане место сатана начинает использовать своих агентов которые уже в этом вопросе более сведущий и начинает вот таких людей простых еще не искушенных в зле еще не не подозревающих о всех опасностях которые представляет общение с сатаной он начинает сводить этих людей вместе то же самое происходит когда например люди ходят к бабкам и то же самое происходит вот это сатанинское сводничество одних людей с другими и потом когда приходит в их жизнь проклятие в виде разных разорений в виде финансовых в том числе семейных проблемах то люди даже не подозревают а что тут такого почему откуда это все вот здесь можно чуть-чуть углубиться вот смотри есть наверное тоже разные уровни и человек может покаяться может быть возрожденным может даже где-то он не соприкасался с чем-то плохим но уже будучи христианином где-то не пободрствовать давать место как бы это один из путей а и плюс еще вот в моей практике я столкнулась что поскольку мы сами пришли из миру мы сами пришли из ислама и многие из нас пришли из ислама и не просто из ислама из оккультизма да мы пришли то есть с какой-то практикой и я увидела что через какое-то время все кто пришли ну большинство очень большое ну очень ну как много таких случаев когда люди падали мы видели что это искренний человек он искренне каялся он искренне принимал крещение там все и видно было плоды Духа Святого видно было что человек ну и так далее ну и на него была такая очень сильная атака ну как бы и и уже уже пройдя уже много лет оглядываясь назад сравнивая я понимаю что вот у нас не практикуют работу с такими людьми которые пришли с миру как-то помочь им освободиться от чего-то там может быть разрушить отречься там ну то есть чуть-чуть разобраться с прошлым багажом своим вот что бы ты здесь сказал я согласен с тем что этим практически никто не занимается это единицы братьев которые действительно видят в этом проблему и в этом плане я мог бы таким людям просто посоветовать начать искать помощь на стороне не в смысле уйти из церкви взбунтовавшись потому что я знаю что таких людей я согласен с вами таких людей как правило избегают их изолируют от общения с так называемыми нормальными христианами поэтому этим людям все равно нужна помощь этим людям нужна защита Божья поэтому в этом плане я бы просто посоветовал обратиться если вы знаете кого-то какого-то служителя который занимается служением освобождения который занимается вопросами демонизации христиан не ждите просто обратитесь к этому брату к этой сестре потому что вам нужна нужна свобода вам нужна свобода там где вы ее можете найти поэтому если вокруг вас люди те же христиане которые могут проявлять так подобного рода жестокость к людям которые пострадали то единственная возможность это обратиться к тем служителям которые посвятили себя на это служение которые знают как иметь дело с бесовской природой которые умеют или обладают знанием или методикой изгнания бесов тут вопрос даже не в даре потому что смотрите я всю жизнь я может быть как большинство наших слушателей но я вырос в такой среде где все вопросы касающиеся дьявола они вызывали страх они вызывали мурашки по коже и я с этим страхом жил и я просто как можно чаще как можно больше избегал этих вопросов пока просто можно сказать господь меня не поставил перед фактом то есть как я вошел в это служение это было можно сказать такое когда человек не умеет плавать и его бросают в бассейн или его бросают в десяти метровой глубины какой-то водоем и как хочешь выживай и надо отдать должное нашему богу который не оставляет тебя в этом вопросе потому что у меня это было был первый мой опыт с очень демонизированной женщиной в этом вопросе я могу смело говорить слово одержимость потому что потребовалось несколько сеансов изгнания бесов и там может быть первый раз порядка двадцати тридцати вышло из нее и во второй раз где-то больше десяти точно и причем в этот момент когда это все происходило я молился богу и говорю господь скажи мне какой еще дух то есть я на тот момент был мой первый раз я не знал ни методики изгнания ни как это делается я просто шел к богу в молитве и я говорил господи скажи мне какой следующий бес должен выйти и мне господь подсказывал и давал дух знания в этот момент когда я просто повелевал данному духу этот дух просто молчал и вдруг он начинал визжать или какие-то странные звуки издавать некоторые бесы они более глупы они сразу выдают себя они говорят называют себя по имени и когда им повелеваешь выйти во имя Иисуса они слушаются поэтому таким людям которые уже можно сказать застряли в этом и казалось нет выхода я бы им посоветовал просто не ждать этого не ждать когда случится нечто худшее потому что как правило бесы в итоге человека как в писании написано что вор приходит украсть убить погубить это суть сатаны он не может по-другому поэтому ждать того момента когда вы начнете слушать или слышать в себе голоса которые толкают вас либо на самоубийство либо на убийство другого человека и ваша судьба тогда будет уже в руках правоохранительной системы то не нужно ждать ищите выхода здесь и сейчас ищите выхода сегодня а как быть если это например какой-то чей-то взрослый сын и допустим он не хочет мама понимает что это нужно как ей быть как быть маме а у него прямо попытки к суициду допустим сейчас мы молимся об одной семье где такое происходит с сыном и мама его каждый раз спасает тоже вот из баптейских церквей и и я стала ей говорить что ей нужно конкретно начать по-другому молиться за него ну повелевать и так далее потому что она имеет власть она христианка но если у него нет такой инициативы и желания пойти обратиться к значит друзья когда у людей нет желания идти мы не можем идти вопреки их желанию потому что в этот момент если мы пойдем и будем начинать изгонять бесов вопреки желанию человека это будет то же самое что колдовство чародейство и магия потому что именно так поступает сатана когда вселяется в человека вопреки его воле это может происходить разными путями это может переходить по наследству это может приобретаться самим человеком сознательно или бессознательно но мы не идем методом давления или методом нарушения суверенности самого человека потому что каждый человек имеет право на свой выбор в данном случае его нежелание может быть его нежеланием а может быть нежеланием которое внушают ему бесы что в этом деле что в этом вопросе необходимо делать практически я как правило при изгнании бесов использую масло это масло которое оливковое масло над которым молились и поскольку мама и вообще родители у них есть власть у них власть не в смысле я тебя старше слушай меня и делай все что я тебе скажу не в этом смысле власть у родителей есть власть духовная прежде всего потому что все вопросы в физическом мире все проблемы в физическом мире они как правило начинаются с проблем в духовном в духовной сфере то есть где-то не пободрствовали родители или где-то не не подсказали ребенку как ему быть под охраной в этом вопросе и когда ребенок уже попал под это влияние то у вас у родителей когда вы приходите к этому заключение что ему нужна помощь а вы сами как бы не можете помочь потому что вы никогда этим не занимались самое самый практический совет во-первых покайтесь за все где вы открывали дверь в жизнь вашего сына или где вы открывали дверь в свою жизнь что могло повлиять в том числе и на него это первое покаяние всегда идет первым во-вторых обязательно помолитесь Богу может чтобы Господь открыл вам какие проклятия пришли вместе с этой бесовской природой в жизнь вашу и в жизнь вашего ребенка обязательно посмотрите на ваше ваше родство на предыдущие поколения не было ли там какой-то связи с оккультным не было ли там какой-то связи в том числе вхождение к бабкам заговоры приговоры там и тому подобное обязательно помолитесь об очищении рода это это следующий шаг и дальше как родители вы уже будете на основании вашей чистоты на основании того что вы покаялись пригласите Бога на территорию той жизни которая сейчас освободилась от бесовского влияния вашей жизни пригласите Бога туда как господина мы часто молимся но мы не понимаем часто значение слова да приидет царствие твое приглашайте Бога чтобы это царство пришло в вашу семью чтобы это царство пришло в жизнь вашего сына и на основании той власти которую вам господь дал как родителям вы имеете право всякому бесу повелевать оставить вашего сына убраться вон и больше никогда не возвращаться потому что я не скажу что это решит проблемы но вы идете с этим с этой проблемой к Богу вы не идете с этой проблемой куда-то еще потому что и вы и вы не можете насильно заставить ребенка сделать это процесс это это займет некоторое время но ваши посты ваши молитвы ваши благословения в том числе благословения мы часто забываем о мощном оружии благословения прочитайте начиная с бытие книгу посмотрите что делали патриархи почему важно было даже в новом завете описано насколько как исав потерял свое первородство да он продал свое благословение оно было хитростью забрано у него но он его продал за чечевичную похлебку поэтому когда мы возлагаем руки на детей когда мы благословляем я в своей семье практикую например я даже иду к пустой постели моего допустим старшего сына или младшего сына и мы благословляем просто во свидетели берем бога и мы помазываем маслом его постель его подушку мы помазываем маслом его одежду в которой он ходит потому что чтобы везде было влияние божьего царства и в этом плане в этом плане это работает это работает но ты не считаешь Володя что многие сочтут это как чуть ли не какой-то ритуал или какой-то обряд который вроде как наши баптисты не признают но вроде как считается что может быть как православные что-то такое проводят значит смотрите я вам отвечу простым способом если если делать то же самое и ожидать другой результат это будет классическим определением безумия если ваша традиция сохранение вашей традиции в угоду вашей динаминации важнее чем духовное здоровье ваших детей духовное здоровье вашей семьи то это так же ваш выбор и вы в этом случае не будете иметь права просто жаловаться на то что дьявол пришел и разоряет вашу семью разоряет жизнь ваших детей потому что традиции традициями но реальная жизнь когда человек живет под давлением сатаны ну тут извините меня уже следует какие-то приоритеты расставить по-другому потому что если ваш приоритет это ваша традиция ваши динаминационные убеждения я бы просто я не могу вам ничего советовать советовать в этом вопросе у меня такие же предубеждения были я просто в какой-то момент понял что они мне просто мешают развиваться как христианину они мне мешают в моих взаимоотношениях с Богом и вот этих священных коров их просто нужно убивать одну за другой ну допустим практически вот смотри ко мне как ну как к сестре как к женщине много обращаются женщин к сожалению из-за вот последнее время из-за интернета допустим как одна из проблем допустим порнография и есть ли ну вот как поступить практически жене если муж жена узнает что у мужа есть порнозависимость а он никому не идет и может ли он тем самым открывать дверь и давать давать место демоническим силам допустим одному человеку я помогала и все время у них что-то случалось такое большое случалось например там ну какая-то финансовая большая потеря там еще что-то ну вот было видно что что-то не так там ну где-то какая-то вот щель открыта ну а потом уже через какое-то время выяснилось что на самом деле там уже были давно эти проблемы как насколько он мог давать место дьяволу и что ну приходило разрушение смотрите друзья там где есть дух порнографии там обязательно есть дух блуда один из этих духов открывает двери потому что в духовной иерархии есть демоны которые занимаются открытием двери когда мы говорили о том что в каждом храме есть дверь которую нужно открыть демоны подходят именно со слабой стороны и у каждой двери есть слабая сторона есть слабый замок есть слабая может быть петля которая которую давно кто-то не закручивал не подкручивал в этом смысле один из этих духов это конкретные духи это одноименные духи дух порнографии дух блуда потому что сам Иисус говорил что кто посмотрит на женщину с вожделением тот уже прелюбодействовал с ней в сердце в сердце своем поэтому там где есть дух порнографии там есть дух блуда и этой жене то что я посоветовал бы опять-таки практически вы приходите в зал суда к Богу потому что Господь это единственный справедливый судья вы приходите в молитве и вы идете к Богу как судье вы призываете во свидетели Бога и он же является в этот момент судьей и вы просто просто научитесь у Давида посмотрите прочитайте пса друзья подключайтесь сейчас мы подключим мы будем на связь прервалась сейчас мы его подключим ждем Володя оставайтесь с нами в эфире подключайтесь здесь немножко прервалась связь но мы будем продолжать нашу тему если у вас есть вопросы пожалуйста пишите в комментариях то мы потом ответим на эти вопросы потому что это один из первых эфиров и это буквально самые как говорится азы но Владимир будет учить нас дальше в этой теме мы ждем сейчас его подключения поэтому пожалуйста оставьте ваши вопросы в комментариях либо напишите в личку ваши вопросы на фейсбук ли сейчас мы подключаем его да друзья какие-то неполадки почему-то отключился эфир я прошу прощения значит мы закончили на том что делать этой жене как я уже сказал необходимо обязательно молиться и можно я повторю это вопрос был потому что это уже будет чуть-чуть другое какое-то эхо идет я не пойму почему я не слышу эхо друзья напишите если вам звук нормально или вы слышите эхо я эхо не слышу эхо вопрос такой что если если вдруг у супружеской пары обнаруживается что у одного из супругов есть порнозависимость еще прочитай там комментарии если что делать с супругом и конкретно владимир дает практический совет как быть в таком случае значит друзья мы часто забываем о том что ну во первых молитва это самое мощное оружие я называю это это баллистическим оружием потому что об этом говорит апостол павел прошу проще апостол павел говорит о том что кроме все оружие божьего есть молитва и мы должны молиться прежде всего второе опять таки я еще раз напомню о том что есть масло масло это прообраз духа святого и вы должны провозглашать то что вы хотите видеть в жизни вашего мужа вам необходимо как жене благословлять его также как бы господь благословляет нас и как вы это делаете вы провозглашаете то что вы хотите видеть как конечный результат вы хотите видеть свободу вашего мужа вы хотите видеть его полностью независимым от каких-то демонических влияний поэтому опять таки необходимо с ним говорить если он вменяемый если он согласился соглашается с вами говорить на эту тему и он готов рассмотреть возможность избавления от этого возможность так скажем обращения к человеку который может провести с ним ну скажем если не один то может быть несколько встреч по поводу освобождения то обязательно нужно это сделать но вы не сможете ничего сделать в вопросе когда человек не хочет этим этим заниматься когда человек стоит на позиции либо мне нравится это дело мне нравится этот грех один из духовных принципов состоит в том что бог от друзей не освобождает и вы не можете освободить вашего мужа от его друзей потому что в данном случае порнография стану стала по сути дела другом и когда мы приходим к богу господь меняет нашу природу дело в том что почему ваш муж упал опять таки нужно вернуться как в откровении написано вспомни откуда ты не спал и покайся где человек дал место дьяволу в виде порнографии где и как правило это все на уровне разума потому что первый первое поле битвы так скажем в жизни христианина это всегда разум если дьяволу удается посеять какую-то мысль которая потом дает росток так же как апостол Яков пишет что похоть же зачав рождает грех то есть где-то появилась похоть и она и человек не пободрствовал и дает волю этой мысли развиваться мысль она фактически материализуется через ваши действия что ваши действия направляются вашими мыслями когда вы фактически заключаете договор заключаете или соглашаете с этой мыслью да ну это было бы неплохо и и тогда вы даете себе зеленый свет поэтому не нужно унывать такой такой сестре обязательно нужно использовать власть потому что написано мы посажены на небесах нам кажется что это голая теория какая-то мы посажены на небесах но быть посаженным на небесах это значит иметь позицию потому что да демонический мир он обитает так скажем во втором небе но когда мы посажены на небесах мы посажены на третьем небе о котором написано в писании поэтому мы действуем с позицией над демоническим миром и апостол иисус говорит да все даю вам власть наступать на всякую силу вражью у нас есть наступательное оружие у нас есть не только оружие защиты о котором апостол павел пишет в 6 главе к ефесянам у нас есть наступательное оружие это слово божье и все что вы декларируете из слова божьего все что вы хотите видеть как конечный результат в жизни вашего мужа ваших детей вы должны это провозглашать потому что иначе иначе как вы покажете богу что вы верите в его слово а то что бог дает сверх того сверх заповедей да это все называется обетование господь не обязан был давать нам обетование он он вообще не обязан был нам ничего обещать но они написано обетование они стоят над законом поэтому если вы становитесь на эти обещания божьи и действуете с позиции вашей вашей посаженности на небесах вы действуете с позиции сверху вниз а не снизу вверх то есть вы вы стоите над проблемой а не смотрите к богу из проблемы вверх и написано что мы посажены во христе бог дал христианам мы забываем об этой власти мы забываем мы в конце концов это все сводится к одному мы созданы по образу и подобию божьему и господь он дает нам власть наступать на силу это луки 10 19 прочитайте все дают вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью и ничто вам не повредит поэтому у вас нет оснований бояться этой бесовской природы и но при этом не нужно не нужно также как бы иметь такой нездоровый интерес к этому потому что как мы начинали наши фирмы говорили вы говорили о том что есть вот эти вот две опасности скатиться в одну сторону или в другую сторону можно сидеть и ничего не делать это одна позиция другая позиция иметь нездоровый интерес к этой бесовской природе не ради того чтобы вести с ними духовную войну а ради просто какого-то знания и это тоже будет как бы опасно здесь здесь конкретно не и интерес вот я столкнулась допустим с сестрами у которых взрослые сыновья уже даже кто-то из них имеет семьи и вот когда мы на молитвенной группе встречались там конкретно конкретно видно что сыновья издеваются кто-то из них наркоман кто-то просто выпивает ну кто-то просто неверующий но просто дьявол через них конкретно вредит нашим сестрам и они абсолютно не знают что делать они просто забегают в свою комнату закрываются молятся и просто несут вот это издевательство такой вот ну какой-то образ жизни буквально выживание ну что абсолютно нету понимания что есть какая-то власть даже даже мы не берем тот момент что допустим квартира это ее ее сын женой живет у нее дома и буквально издевается над матерью ну буквально сатана через неверующего сына издевается над матерью и они абсолютно не научены как-то молиться как-то вот ну противостать этому смотрите пока сына нет дома Анара пока сына нет дома что может сделать мать возвращаемся опять-таки к маслу она идет мажет порог своей квартиры она идет мажет косяки дверей и окон везде куда есть выход на улицу и она провозглашает во имя Иисуса я запрещаю всякой бесовской природе входить сюда и в мою квартиру ничто не чистое не войдет вы провозглашаете вашу квартиру вы просто говорите это вы говорите это произносите слова я объявляю мою квартиру как израильский народ как Господь говорил везде куда не ступят стопы ног ваших это будет ваша земля у мамы есть власть она не только допустим физически владелец этой квартиры она она духовный владелец этой квартиры она идет и говорит я провозглашаю эту свою квартиру территории царства божьего и ничто не чистое преданное мерзости сюда не войдет так же как она не войдет в небо вы приглашаете божью природу в ваше жилье потом вы идете изгоняете бесов есть есть такое понятие как территориальные духи вы просто идете и наступаете на всяких территориальных духов которые могли прийти с вашим сыном туда или с его друзьями кто бы не принес эту природу у вас есть власть духовная изгонять эту природу просто на основании того что она не имеет там права находиться потому что нет легального основания вы законный владелец и дальше делайте то же самое продолжайте это делать благословляете вашего сына не благословляйте его на грех но благословляйте провозглашениями из писания благо мажьте его маслом его постель где он спит благословляйте его разум молитесь просто провозглашайте как апостол павел говорил что мы подчиняем всякую мысль в послушании иисусу христу вы можете делать то же самое провозглашайте это господь я беру тебя во свидетелей Я сегодня провозглашаю подчинение каждой мысли моего Сына в послушании Иисусу Христу. И поверьте мне, придет долгожданный прорыв. Это не значит, что бесы не будут сопротивляться этому. Первое, что дьявол использует для того, чтобы вас обескуражить, это когда вы молитесь и происходит обратная реакция. И когда это произойдет, вы должны знать, что вы на правильном пути. Если есть обратная реакция, если, как вам кажется, Бог меня не слышит, я прошу о том, чтобы Сын покаялся, а Сын еще глубже падает в грех. Это значит, что вы на правильном пути, это значит, что бесовский мир отреагировал на вашу молитву. И при этом вам необходимо просто стоять на этом, вам необходимо просто быть последовательным. Вы добиваетесь результата. И поскольку мы здесь имеем образ Божий, как христиане, тем более, то мы провозглашаем конец из начала, как Господь говорит в книге пророка Исаии. Я провозглашаю от начала, что будет в конце. Провозглашайте от начала, что вы хотите видеть, как конечный результат. Вы просто физически говорите, мой Сын не принадлежит дьявольской природе. И дьявольская природа, вы просто говорите, я отрезаю эту бесовскую природу от моего Сына. Я отрезаю всякие душевные связи моего Сына с людьми, которые являются нечестивыми. Идите против нечестия. Давид не боялся молиться такими молитвами. Понимаете, мы как христиане, мы просто как легкие мишени. Мы вроде бы на поле боя, но мы ничего не делаем для того, чтобы защитить себя, родных. И тем более мы ничего не делаем для того, чтобы воевать... Владимир, это, наверное, потому что так научены. Я не упрекаю, я сам так жил, я не упрекаю. Я никого не упрекаю и никого не осуждаю. Я понимаю, я понимаю. Но просто сёстры, мы даже не научены так молиться, даже не научены как-то приказывать. допустим, это приходит, я сама долго этому училась, это приходит со временем, и когда я с некоторыми сёстрами молюсь, они просят Иисус, ты это сделай, Иисус, ты там, ну то есть у них нету такого дерзновения молиться с властью, приказывать, это, наверное, приходит, человек как-то созревает, потому что вот эти твердыни, которые то, что нас научали в наших церквах, что вот такого не может быть и всё, вот допустим, даже вот пример приводили у кого-то мысли суицидальные, или там в каких-то церквах где-то я пересекаюсь и когда я говорю, а вы не пробовали вот так, у людей даже мысли нету, что можно как-то помолиться, допустим раньше я сама, я помню такое уныние находило на меня, вот прям как волна какая-то, и мне чуть ли плохо становилось и я всегда с кем-то молилась, давайте помолимся, ну как-то или сама молилась, ну вот как-то а потом я просто, до меня в какой-то момент дошло, я просто стала приказывать уходить дьяволу полный мир приходил, моментально, сразу я говорю, отойди от меня ну просто стала вот так вот приказывать, молиться ну это приходит со временем а сестер надо учить конечно, я думаю, что мы еще больше будем говорить на эту тему на следующих эфирах, я вот еще такой момент хочу спросить я сталкивалась в Душепопечении с таким вот явлением как, например, молодая женщина у которой много лет я пыталась помочь ей справиться с гневом, но буквально она не могла справиться и долгое время я с ней и из Писания говорила мы с ней молились и ну все пробовали и то есть я помогала ей на какое-то время ну улучшить отношения с мужем, с детьми она срывалась на детей прямо буквально ярость охватывала потом она помолится ей становится легче успокаивается это на какое-то время работает потом опять на нее буквально как вот на ходе прямо вот наваливается и она не может себя как бы сдержать а она переживала такое что ее когда-то сильно побил в гневе отец жестоко очень и она она закрылась от него ну потом она уехала в другой город ну потом она, конечно, покаялась она, слушая тему, поняла что надо простить отца но у нее остался вот этот гнев могло ли быть какое-то демоническое влияние на нее вот через когда на ребенка вот эта обида когда отец так с ней поступил и отец ее всегда унижал он ее всегда ну как разрушал он ей говорил ну и что это твой диплом ну и ну то есть он ее всегда вот опускал ниже блин да ты никто она старалась кстати она хорошо училась служила в церкви и она старалась изо всех сил и он ее все равно вот так вот опускал и хотя она слово Божье очень хорошо знает она в такой ну в хорошей церкви слово знает и проповеди слушает и со мной сколько лет молилась и потом я просто поняла что ей нужно освобождение ну как бы могло ли быть могло ли на нее именно повлиять от родителей вот то что отец так с ней к ней относился во-первых обязательно могло потому что отец это власть во-первых потому что написано в писании всякому мужу глава Христос то есть главенство дано мужчине априори как лидеру в семье поэтому тем более родительская родительская власть которую он использовал для того чтобы это все в плохом русле сделать то это несомненно во-вторых вы сказали что он физически воздействовал на нее там побил ее вот это физическое воздействие в той или иной форме в виде насилия в виде побоев в виде домашнего насилия сейчас это большая тема поднимается в той же России например то через любое насилие обязательно может войти бес обязательно может и этот бес может передаться в том числе если он ее бил в гневе этот гнев мог передаться ей и она просто не знает что с этим делать как правило я хочу вам сказать что бесы они не ходят по одному там наверняка мог передаться и не просто не просто гнев какой-то без гнева да а там может мог передаться ей без ярости то есть в момент ярости она ярость и гнев это разные вещи все-таки поэтому за каждым за каждым грехом по сути дела стоит определенный бес одноименный бес и естественно ей нужна помощь обязательно нужна помощь она она может молитвами просто как-то успокаивать себя как мы говорим ну я отошел а потом это все возвращается бесовская природа она боится духовных духовных духовной войны прежде всего с нашей стороны да как апостол Яков пишет да или Ян не помню значит что нужно сделать приблизьтесь к Богу противостаньте дьяволу и убежит от вас то есть первый шаг это приблизиться к Богу необходимо и вы знаете свою цель вам нужно избавиться от дьявола я лично знаю одного пастора который рассказывал о том что когда он пришел к Богу он он просто знал о том что в нем бесы то есть вы понимаете что покаяние не решило его проблему с бесами и когда он он понял это он двадцать одного беса изгнал сам из самого себя то есть он он понимал в чем проблема там была проблема и с восточными единоборствами и много много чего поэтому друзья в том числе никогда не отдавайте своих детей на карате на джиу-джитсу и там всякие вот эти восточные в том числе на йогу сестры обязательно обязательно через йогу может зайти без потому что если вы не понимаете этого и сейчас под видом так называемой христианской йоги сатана подсовывает вот такую сладкую конфетку ну ничего позанимайся разомни свои мышцы растяни их как-нибудь христианам это можно дыхательная гимнастика в том числе и всякие там ушу как тайцзит цюгань или как там он называется не совсем еще я хочу сказать что мало того что у этой сестры вот у самой гнев у нее уже свои дети и я даже замечала маленькие дети ее маленькие дети они просто в ярости плакали вот ну я даже терялась я не знала что с ними делать потому что я не видела чтобы дети так вот такой бунт проявляли то есть оно видимо от поколения поколение передается вот это неразрешенное ну неразрешенная проблема и я думаю что там был дух отвержения потому что у мамы был дух отвержения потому что маму вот маму той сестры ее родная мама не любила а любила другую сестру и у мамы были проблемы и она тоже несправедливо относилась к дочери то есть там целый клубок разных проблем там дух отвержения как я сказал как правило бесы ходят бандами они не ходят по одному там где есть гнев там как вы сказали вот если копать глубоко то там появилась и отверженность дух отверженности это один из реальных духов но вот сейчас я вижу на экране один из вопросов то является ли проявление гнева обязательным наличием беса да то есть смотрите апостол Павел как бы в своей здравости он он понимал что невозможно человеку мы эмоциональные существа невозможно не проявлять каких-то эмоций положительных или негативных да и он говорил гневаясь не согрешайте он понимал он не говорил не гневайтесь я запрещаю вам гневаться или слово Божие запрещает вам гневаться но он говорил гневаясь не согрешайте есть разные уровни гнева но если ваш гнев приходит переходит в такую ярость в неудержимую когда вы сами себя не можете контролировать то следует задать вопрос а что в этот момент мной движет почему я не могу остановиться почему я не могу контролировать свои эмоции и если вы не находите ответ в том что у вас есть достаточно силы чтобы возобладать собой то можно поставить вопрос о том что у вас может быть бес да это вот если это повторяющийся грех который человек не может справляться гнев который повторяющийся вот гнев там даже в оригинале написано гневайтесь но не согрешайте да то есть гнев гнев он свойственен нашей природе и эмоции они работают в комплексе это не то что мы когда мы подавляем свои негативные эмоции потому что когда есть опасность когда мы подавляем негативные ну например гнев на мужа мы его просто подавляем все равно выйдет наружу подавляем у нас перестают работать и положительные потому что мы теряем радость жизни нам просто как we have to deal ну то есть мы должны со всем этим разобраться то есть что и гнев это вторичная эмоция всегда есть первопричина какая-то почему я гневаюсь может быть есть причина которую нужно решить не всегда это какие-то причины демонические но если это приходит вот вот как у той сестры которая на нее нахлыновает она не может просто справиться это уже другая природа а когда есть основания гневаться нас должны гневать несправедливые вещи когда там сироту обижают вдову ну как несправедливо поступают это должно вызывать у нас обязательно здоровый здоровый гнев то есть вступиться и эту энергию нужно направить на то чтобы разрешить эту проблему или там ну пусть это даже в семье какой-то конфликт нужно проработать этот конфликт ну так в здоровом русле но когда это на тебя находит раз за разом и ты не можешь с этим справиться и потом как будто ты очнулся и увидел то тут уже нужно немножко разобраться может быть за этим действительно стоит дух какой-то через непрощение через обиду через что-то то что то что в правовой практике называется что-то сотворить в состоянии аффекта то есть когда человек не отдает себе отчет о том что он делает и совершает какой-то поступок а потом даже не помнит с чего это началось то есть конечно в этом вопросе надо посмотреть нет ли там демонической природы а в вопросе святого гнева да естественно мы как здравомыслящие люди мы не можем смотреть спокойно на вопрос абортов мы не можем смотреть на вопрос какого-то геноцида да или вопрос например там расизма или я не знаю там шовинизма и так далее несправедливости да несправедливости да по отношению к детям по отношению к женщинам в том числе и кстати домашнее насилие это одна из одна из больших проблем и и сатана просто торжествует в этих обстоятельствах когда когда женщин бьют когда женщин над женщинами издеваются и да это одна из тем в раннем возрасте девочек очень много которые которые несут себе этот груз демонический они не понимают что потом когда они начинают вспоминать свое детство выясняется что какой-нибудь там взрослый родственник прикасался куда он не должен был прикасаться или или делал боль какую-то причинял то есть много-много я говорю возможностей для дьявола войти в человека и в его жизнь бесконечное множество но в каждом индивидуальном случае нужно разбираться и смотреть более глубоко чем так на поверхности сказать а в нем в нем бес как про Иисуса говорили когда он говорил какие-то неудобо-вразумительные мысли фарисеям они просто декларировали что в нем бес и таким образом они совершали хулуна Духа Цветого вот поэтому нам нужно быть осторожными в этом вопросе ну я думаю на сегодня если там больше пока мы не видим вопросы на сегодня мы будем заканчивать эту тему я думаю это тема не одного эфира очень огромная тема поэтому друзья если будут какие-то дальнейшие вопросы обязательно пишите Анаре или мне пишите мы поднимем еще раз сделаем эфир какой-то уже по может быть конкретной теме по другой подпишитесь на инстаграм к Владимиру и можете писать ему в личку вопросы либо мне и подпишитесь на его ютуб страницу тоже и мы будем еще выходить с этими темами и еще приводить конкретно примеры вот как сегодня допустим одна сестра привела в пример как у нее была практика вызывания духов спиритизм и хотя она была христианка уже лет 20 уже даже она была в служении и когда она брала курс по демонологии она вышла вперед когда молились и сама не ожидала как ее там откинуло она там описывает это христианка которая несла служение то есть плоды были видны и она сама никогда не думала что она ну что-то в ней есть что-то в ней может быть на самом деле в ней был как дух колдовства и дух страха она страшно боялась попасть в аварию то есть и Господь ее и от того и от другого освободил то есть друзья сейчас на сегодняшний день один из самых мощных духов которые действуют это дух Изавели который в том числе упоминается и в книге откровения то есть это конкретный дух и этот дух который действует как в семьях на разрушение семей на разрушение детей на разрушение ваших финансов на разрушение церквей и манипуляцию внутри церквей через пастырей через жен пастырей поэтому если вам будет интересно можем сделать просто конкретную тематическую беседу в отношении духа изавели потому он такой универсальный дух который затрагивает многие сферы жизни я думаю что это будет актуально Владимир может быть на следующий раз мы этот именно дух разберем причем он может быть и у мужчин и у женщин без разницы потому что многие думают что если это дух изавели то он может быть у женщин только нет духи они бесполые существа если у духа имя изавель это не значит что это дух женщина и он может быть только у женщины дух изавели может быть и у мужчин так же как и дух ахава тоже есть такой же одноименный дух это когда он проявляется в большей степени зависимости от того что скажет это изавель это менее сильный дух но он это конкретный дух так же как были два персонажа в ветхом завете изавель и ее муж подкаблучник ахав там какой-то вопрос поступил что-то кто-то срывает так у сестры проблема молятся с детьми подросткового возраста и все время во время чтения библии и молитвы дети отвлекаются балуются друг друга тыкают срывают молитву одержимость или внешнее воздействие а тут не нужно искать какого-то опять-таки не нужно видеть за каждым кустом демона или беса тут может быть или вопрос воспитания или вопрос недостаточной наученности детей как вести себя в момент когда люди собрались на молитву или на чтение слова божьего поэтому тут тут просто нужно детей воспитывать в этом плане чтобы они знали когда можно тыкать друг друг друга когда можно баловаться когда нужно просто помолиться и при этом смотрите вы можете дать ребенку не сбрасывать их со счетов как так скажем какое-то будущее поколение они растут с вами здесь и сейчас поэтому дайте ребенку задание помолиться о ком-то потому что если ребенок поймет что он нужен в этот момент что он нужен в момент что его молитва к его молитве относятся с уважением что с ним считается ребенок по-другому будет себя вести дайте ребенку помолиться за бабушку если бабушка болеет пусть ребенок помолится об исцелении бабушки в конце концов если я знаю в России принято жить допустим большими семьями в том числе бабушки дедушки рядом в силу разных обстоятельств но если что-то болит попросите ребенка пусть ребенок подойдет положит руку на больное место и произнесет молитву исцеления потому что вера ребенка она более приближена к тому идеалу о котором говорил Иисус Христос поэтому не сбрасывайте детей со счетов они очень эффективны их молитвы эффективны и учите их с детства этому Я тоже всегда собирала детей и всегда говорила ну там нужда поступала давайте помолимся вот родился ребенок он недоношенный например мы все начинали за него молиться потом смотрели фотографии этого ребенка этот ребенок становился дорогой для нас я всегда их вовлекала давайте вот за такую нужду вот за такую не то собрать что вот мы сейчас будем молиться стойте тихо а вот именно что это действительно как служение они часть этого то есть и оно действительно они относятся совсем по-другому понимая что это важно и также дома когда мы приглашаем приглашали каких-то гостей там ну миссионеров или еще кого-то стараться я замечала в славянских церквах вот как-то ну в семьях в домах бывало детей куда-то отправят там идите там в ту комнату и тут взрослые общаются а я считаю обязательно нужно детей приглашать чтобы они слушали слышали вот эти духовные разговоры что говорят какие-то свидетельства сильные а потом вместе молились потому что сколько было таких случаев когда со мной делились что мы были в каком-то доме там за столом сидели а дети ушли куда-то в сад и первый раз марихуану там попробовали покурить то есть дети должны быть вместе это церковь это не должны и старики и дети пожилые вместе должны все должно быть вместе церкви я могу еще один практический совет дать в этом русле смотрите ребенок ему естественно для ребенка поскольку у него энергии больше ему надо куда-то эту энергию девать но опять-таки у вас есть власть как у родителей прежде чем вы придете в эту общую молитву в это общее чтение с вашими детьми с вашим мужем с вашей семьей помолитесь предварительно перед этим и проявите свою власть и скажите во имя Иисуса я связываю всякого духа который будет мешать мне проводить свое тихое время в молитве с моими детьми я изгоняю всякого беса с территории моего дома я изгоняю всякого беса который подтрунивает моих детей чтобы они опять мы сейчас говорим о внешнем воздействии мы не говорим о том что дети демонизированы понимаете поэтому проявите проявите власть в этом вопросе и вы увидите разницу я вам один пример приведу из своей жизни такой может быть даже банальный у моего друга новорожденная дочка не могла спать им спать не давала я говорю когда ты последний раз возлагал руку на нее и благословлял как отец он говорит да никогда я так не делал опять таки вот из баптистской семьи этому никто никогда не учил я говорю давай я сейчас буду молиться мы собрались на библейское занятие и я говорю я сейчас за нее помолюсь а ты говорю когда придешь домой понаблюдай в течение недели что будет происходить и мы через неделю должны были встретиться опять на библейское занятие я благословил ее то есть не прикасаясь к ней потому что она была дома мы были в другом месте и я благословил ее хорошим сном я благословил ее покоем я благословил чтобы ангелы божьи охраняли ее покой и она спала и он пришел на следующей неделе я говорю как твоя дочь поживает он говорит ребенка как подменили она спала всю неделю мы выспались мы наконец-то узнали что такое ну с маленьким ребенком но спать нормально высыпаться без всяких проблем они измучились оба они у него свой бизнес ему там надо было каждое утро вставать рано мать все время каждый там час просыпалась но это просто была пытка и все от того что нас не научили использовать нашу родительскую власть над детьми мы просто можем идти и благословлять и возлагать руки на ребенка и сказать я благословляю тебя спокойным крепким сном я благословляю тебя чтобы даже в твой сон не имел войти право сатана я благословляю охраной твой сон чтобы твой сон был благословенным и продуктивным для того чтобы ты за эту ночь отдохнул я согласна я тоже стала я практиковала на своих детях тоже бывала один из детей общалась с девочкой в школе которая не очень хорошо на нее влияла и начала спорить со мной и я просто с властью молилась она моментально менялась и начинала просить прощения тут же поведение моментально менялось а раньше я садилась начинала читать нотацию объяснять воспитывать когда просто ты должен с властью помолиться потому что это шло влияние извне на ребенка и просто тебе нужно приказать уйти и все и пользоваться этой властью и действительно дома даже атмосфера менялась если например бывают подростки когда бунтуют можно когда он он или она спит молиться я даже через комнату за ребенка молилась поднимала руки вот так вот над ребенком над вещами над всем ну над всем молилась благословляла и я видела перемены я на самом деле видела что дети тогда и спокойнее и послушнее и не спорят нету вот этого духа бунтарства то есть Татьяна пишет что мой муж каждый вечер и утро возлагает руки на детей это вы просто будете пожинать плоды вот этого всего это будут благословенные плоды и вы сами Татьяна не как сказать не гнушайтесь этим да этой практикой вы сами можете как мать у вас такое же право вы равноценная и равноправная со своим мужем поэтому обязательно делайте то же самое и и вы увидите материнская молитва это особая молитва не потому что мы пытаемся тут как-то искусственно женщин поднять на какой-то пьедестал но материнская мать имеет особую связь с ребенком потому что она его родила она носила его 9 месяцев и у мужчин нет такой связи со своими детьми я имею ввиду и физической и духовной как у матери потому что это вполне естественно материнский инстинкт у нее и она даже на расстоянии может чувствовать что-то не то с ребенком да хорошо хорошо вот еще вопрос последний может быть да на сегодня не ну если есть вопрос мы еще ответим сколько там не вопрос а комментарий у меня муж неверующий не участвует в духовной жизни детей ну если вы верующая значит вы имеете полное право и может быть даже вмените это себе в обязанность благословлять вашего мужа благословлять его вы можете делать это мысленно каждый раз когда допустим ну я не знаю он подходит поцеловать вас и вы возлагаете на него руку просто мысленно благословляйте его благословляйте его приходом к господу благословляйте его теми благословениями теми результатами которые вы хотите видеть просто используйте власть вы не вы может быть наши слушатели я думаю после сегодняшнего эфира я надеюсь что хотя бы один момент из всего этого эфира вы вынесете для себя то что у вас есть власть и это власть духовная и эта власть она делегирована нам самим господом это не какие-то выдумки которые мы придумали сами для себя для того чтобы как-то жить немножко комфортней но это это реальная власть и смотрите сатана считается с этим когда вы приходите и молитесь во имя Иисуса вы молитесь не в свое имя сатана если вы молились бы или допустим если бы я ходил и изгонял бесов во имя свое со мной случилось бы то же самое что случилось с сыновьями с Кевы каждый раз бы это происходило но я иду я знаю кто я во Христе и я знаю что бесы боятся имени Христа потому что наш бог он победитель он победил их и я иду туда не со своим именем и не со своей властью я иду туда с властью Христа и от имени Христа я согласна с этим и действительно сатана он вор обманщик и он нас обворовывал многих верующих вот тем что мы сами не понимали свою власть и те полномочия которые дал Господь вот интересно вот эта книга систематическое богословие она вон потрёпанная даже ей уже 10 лет когда муж учился в семинаре он её получил и здесь есть небольшой отдел о демонологии и он хорошо здесь всё это описывает всё что мы говорили он там описывает и настолько вот эти твердыни они действительно твердыни что я 10 лет читала эту книгу и только несколько лет как я стала практиковать это настолько тяжело до нас это доходило то что как нас научили он там пишет очень просто он пишет обо всём что мы говорили ну не обо всём больше конечно но он даже пишет так что абсолютно любой человек вот ещё есть такое ложное понятие что за изгнание бесов могут молиться какие-то особые ну слушателя там но я согласна когда там действительно одержимость там ну что-то серьёзное возможно но по идее любой христианин когда он с верой помолится во имя Иисуса Христа бес обязан уйти он просто обязан потому что во имя Иисуса верующие в меня посвящённые в стан священника официально прошедшие церемонию посвящения в пастыра или диаконы будут это делать верующие в меня если у вас есть вера хотя бы с горчичное зерно как написано вы будете говорить горе сей и она будет вергаться в море смысла нет подходить к горе и вергать её в море тут Иисус иносказательно это говорил но любой горе гора это прежде всего препятствие любое препятствие на пути покаяния ваших детей любое препятствие на пути обращения вашего мужа вы можете просто приказывать этой горе убраться вон с вашей дороги или с дороги Божьей во имя Иисуса опять-таки идите туда во имя Иисуса но опять-таки друзья вам необходимо для начала просто хотя бы поймите одну простую вещь кто вы во Христе если вы прочитаете послание апостола Павла к Ефесянам оно практическое ну как нельзя потому что вначале он сначала объясняет в первой главе что сделал для нас Бог в Иисусе Христе вторым пунктом он объясняет кто мы во Христе пока вы не поймете кто вы во Христе вы так и будете жить пораженческой жизнью вы так и будете ныть и страдать и мучиться в то время как вы уже десятки лет могли бы быть победителями я опять-таки сейчас говорю не с позиции посмеяться над вами или как-то превознестись я сам жил большую часть своей христианской жизни вот таким образом постоянное уныние постоянные какие-то потери постоянные какие-то разочарования какая-то разруха разочарования и в итоге в итоге в итоге Господь все равно я просто благодарен Богу что Господь вывел из этого состояния показал что возможно новая жизнь и это не то христианство унылое пустое бесплодное которым я жил до этого я теперь могу просто хвалиться своим Богом потому что я знаю кто я во Христе и какую славу Господь приносит самому себе если мы просто подставляем себя как написано в послании к римлянам представляем свои тела в жертву живую святую для разумного служения то есть есть разумное служение а есть безумное служение вот на безумное служение не надо себя посвящать а там где есть служение которое созидает служение которое выводит людей на свободу я сегодня могу сказать что Дух Господень на мне потому что Он помазал меня благовествовать нищим провозглашать Лето Господне благоприятное выход узников на свободу я могу это сказать потому что это я не своей властью говорю и я не претендую на статус Мессии но я знаю кто я во Христе а во Христе мы новое творение созданы по по образу Иисуса Христа и мы преображаемся в Его образ каждый день не просто в теории читая Писание а каждый день мы идем и воинствуем от Его имени практически практически хотя бы в рамках своей семьи хотя бы в рамках своей семьи да и Он даже Иисус говорил что сделайте больше меня то есть даже больше того что Иисус сделал Он дал такие полномочия что мы можем сделать больше больше него и тем более конечно нужно закреплять тыл в своей семье с властью молиться и Господь будет благословлять в Писании написано веди свою войну с обдуманностью поэтому друзья не просто бросай при множестве советов устроится дело и обязательно необходимо быть подготовленным к этому я не толкаю сейчас вас идти на изгнание бесов если вы не имеете каких-то базовых знаний об этом но стоять на страже своей семьи и воинствовать на основании той власти которую вы уже имеете и обязательно призывайте всегда на себя защиту крови Христа потому что без этого вы никуда не денетесь обязательно нужно как она выразилась прикрывать тылы и ничто лучше не прикроет ваши тылы как кровь Христа да это я когда просыпаюсь рано утром это моя первая молитва когда я призываю силу крови это тоже было такое откровение Господь мне открыл как молиться ну спасибо большое за всех кто был с нами в этом эфире спасибо что вы нас слушали и писали комментарии мы загрузим этот эфир в ютюб канал и будет серия тем пожалуйста направьте нас и чтобы мы подготовили я думаю что на следующий эфир мы я отдам объявление напишу анонс в этом фейсбуке и здесь в ютюбе у нас будет тема о изевеле если еще что-то добавочно вас интересует то вы напишите пожалуйста вот и спасибо друзья всем кто присоединился всем кто терпеливо выслушал меня я благодарю вас и пусть Господь благословит вас если вы не против я хотел бы помолиться за вас вот мне тоже мысль опередил ты чуть-чуть сказал давайте помолись Господь я благодарю тебя за этот день я благодарю тебя Господи что у тебя ничто не проходит бесследно и у тебя ничто не происходит без причины Господь и этот эфир Господь я благодарю Господи благословляю каждого кто слушал Кто, Господи, смог быть здесь, кто не смог быть, Господь, я благословляю их именем Твоим. Пусть, Господи, имя Твое будет для них крепкой башней, куда они убегают и безопасны. Я благословляю их, Господи, Твоим знанием, Твоими откровениями. И пусть каждое сердце наполнится сейчас миром от Тебя, наполнится покоем, Господь. И пусть каждый, Господь, сейчас ощутит под прикосновение Духа Святого, чтобы Ты, Господь, открыл каждому из них, кем они являются во Христе. Что Ты сделал для нас до того, чтобы поставить нас на позиции неба, Господь. Мы благодарим Тебя, что оружие воинствования наше не плотские, но духовные, Господь, на разрушение всяких твердынь сатанинских, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты победил, Господи, его и смертью смерть попрал, Господь. Во имя Иисуса я сейчас запрещаю, Господь, всякому пожирающему приходить и грабить народ Твой, Господи, в виде финансов. Во имя Иисуса, Господи. Я благословляю кошельки каждого, кто сегодня присоединился к нам, Господь. Сохрани народ Твой, Господи, от разорения. Во имя Иисуса. Я сейчас иду против всякого Духа, который разоряет семьи через порнографию. Во имя Иисуса я запрещаю Тебе действовать в семьях. Я благословляю, Господь, открытие глаз каждому, Господи, кто занимается этим и находится в порабощении. Господи, я благословляю свободой Твоей во Христе каждого, Господь, кто сейчас порабощен этим грехом во имя Иисуса. Господи, я благословляю всех деток, Господь, и родителей, Господь, которые слушали этот эфир. Пусть, Господи, знание от Тебя, понимание сути вещей, Господь, придет в каждую семью. Пусть, Господи, Дух послушания, Дух мудрости, Дух кротости и Дух смирения придет и посетит каждую семью, Господи, которая ждет этого и в которой этого еще нет, Господь. Во имя Иисуса всякий дух бунта, Господь, да будет связан и выброшен вон из каждой семьи, Господь. И пусть Твой Дух святой, Господь, Дух истины и Дух утешения, Господь, сойдет на каждого родителя, на каждую маму, на каждого папу. И, Господи, особенно я прошу Тебя за тех, у кого, Господи, муж неверующий или жена неверующая, Господь, во имя Иисуса мы просим Тебя, спаси таковых, потому что, Господи, Ты любишь спасать, Ты любишь миловать, Ты Бог, который пришел для того, чтобы нас извлечь из этого болота греха, Господь, в котором мы утопали. Я благословляю, Господь, всех, кто сегодня присоединился к нам, Господь. Да будет, Господи, и этот эфир, пусть он будет посвящен Твоей славе, Господь, не нам, но имени Твоему дай славу, Господь. И пусть через, Господи, эти эфиры и в последующем, Господи, прославится Твое святое имя. Мы призываем защиту крови Христа на нас, на наши семьи, на наших детей, на наше имущество, Господь. Мы покрываем крови Твоей, Святой, Господь, все, что у нас есть, потому что все, что мы получили, это от Тебя, Господь, и оно принадлежит Тебе. Будь то дети, будь то наши родственники, наши родные, близкие, Господи, мы благословляем каждого, и да будет имя Твое благословено в нашей жизни каждый день. Наш Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. 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 Слава Богу за этот эфир. Спасибо, Анара, за возможность. Давайте, Тимир, сразу объявим, пока слушатели здесь. Сегодня у нас среда, давайте в следующую среду также будем иметь встречу. Я боюсь, что давайте через две недели, потому что у меня в это время не получится встретиться, и чтобы не загружать людей как бы в поздние часы. Давайте через две недели. Хорошо, хорошо. Мы должны прощаться, уже у нас одна минута, даже полу. Хорошо. Всего доброго всем. До свидания. Благословения. До свидания. Благословения. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова